Привет! Как уже всем должно быть известно, системные требования Windows Vista на момент ее выхода в 2006 году были очень завышенными. 512 мегабайт оперативной памяти, 15 гигабайт места на жестком диске, видеокарта, которая должна была быть совместима с Windows Display Driver Model и технологией Windows Aero. Контраст с Windows XP очень как заметный. Многим пользователям новая система не понравилась из-за ее проблем с производительностью, различных лагов, частых запросов от UAC иначе по-русски контроль учетных записей пользователей на изменение какого-либо действия в системе, нереализацию многих обещанных функций по типу WinFS, которая должна была заменить файловую систему NTFS. Но если закрыть глаза на все недостатки, то Windows Vista в себе содержит полноценный новый дизайн, были перерисованы все значки, элементы, скринсейверы и сплэш-картинки. Да даже спустя 15 лет в Windows 11 некоторые элементы из Windows Vista до сих пор остались. Здесь впервые появилась технология Windows Aero, и благодаря ей окна стали прозрачными, появились различные 3D-эффекты и анимации. Также был случай, когда компания Apple на своей презентации WWDC в 2006 году высмела Microsoft и Windows Vista за то, что они почти целиком скопировали дизайн большинства системных приложений с Mac OS X Tiger в свою Vista. Но об этом мы поговорим, к сожалению, не в этом ролике. В этом ролике мы посмотрим на то, как Windows Vista поведет себя при катастрофически малых объемах оперативной памяти и низкой частоте процессора. Что ж, я думаю, не будем тянуть и давайте начнём. Перед нами сейчас совершенно целая Windows Vista, обычная и совершенно стандартными настройками. Всё открывается, всё создаётся, окна двигаются. Сейчас она работает на одном гигабайте оперативной памяти, и как видно, она работает плавно. Но давайте проверим работу системы на низком объёме оперативной памяти. Нет, мы не будем перебирать какие-либо объёмы оперативной памяти, так как я это делал больше 5 лет назад. Здесь я проверю в двух вариантах 48 мегабайт и 64 мегабайта. Как я это сделаю? Всё просто. Через виртуальную машину VMware, так как система установлена на данной платформе виртуализации. Или же, проще говоря, на этой виртуальной машине. Вы, наверное, подумаете... Ты чё это, умом дался, что ли? Она же сто процентов не запустится, это же очевидно, блин. И да, полноценная Vista при таких объёмах действительно не запустится. Ни в 64, ни в 48. Ни в безопасном режиме, не в обычном. Система просто зависает на этапе загрузки. Мельком показывает синий экран смерти, с ошибкой о потере загружаемого раздела, наступает перезагрузка и так по циклу. Но это на полноценной системе. Я ради этого через программу Vlite сделал собственный образ Windows Vista, в который я врезал всё, что только можно. И... даже на 44 мегабайтах ОЗУ оно заработало, но только в безопасном режиме. Но сам факт того, что систему можно запустить с такой конфигурацией, есть. А вот как её использовать, это уже совсем другая история. Однако она запускается очень долго, что собственно и очевидно. Забавно видеть тот факт, когда ты из-под командной строки запускаешь explore.exe и оно сразу сжирает пару процентов оперативной памяти в одну секунду. Ну а так, пусть оно работает и медленно, но... Оно работает! Но с некоторыми нюансами по типу урезанной до нельзя Windows Vista и невозможности запуска некоторых приложений по типу фотогалереи Windows. И, скорее всего, причина кроется в недостатке памяти, что тоже очевидно. В общем, как-то так. А теперь я предлагаю посмотреть на работу системы с частотой процессора 66 МГц. Опять же, результат работы будет приблизительным, так как всё будет осуществлять эмуляция. А реального компьютера с таким процессором уже вряд ли достать. Да, здесь используется уже другой эмулятор под названием 86BOX и который может эмулировать различные материнские платы, видеоадаптеры, процессоры, их частоты и так далее. Так как при 66 МГц и 48 МБ ОЗУ система не запускается, она просто падает в синий кран с ошибкой инициализации всей системы, то я выставлю вполне себе скромный объём ОЗУ. Но процессор оставлю таким же. Сама система при таких условиях запускается почти за 3,5 минуты, если считать с момента появления загрузочного экрана и до момента полной загрузки рабочего стола. Комментировать своими словами теперь я не буду, здесь вы можете посмотреть на работу этой системы самостоятельно и сделать уже свои выводы. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok